добрый день друзья сегодня хочу рассказать о методе восстановления сковородок кастрюль но в основном сковородок противней которые сделаны из стали и которые сделаны из чугуна самые лучшие для готовки я считаю сковородки это чугунные и стальные вот вот такая вот сковородка это чугунная сковородка вот получается донышко уже обработана по этот рецепт мимо этот рецепт я подсмотрел у американцев и вот хочу с вами поделиться то есть вот смотрите видите чугун ржавчина вот мы сейчас будем восстанавливать вот эту поверхность и восстанавливать вот видите тут ржавчина съелась покрытие вот мы постараемся восстановить покрытие чтобы она не пригорала чтобы у нас здесь все что хорошо жарилась значит для начала сначала надо отмыть все очень хорошо от ржавчины можно можно пользоваться любимыми любыми моющими средствами порошками чем угодно вот у нас получилась вот такая сковородочка вот ну скажем так с голым металлом теперь вот эту вот поверхность нам надо восстановить чтобы здесь не прилипало ничего никакая еда которую мы будем готовить да еще такое предупреждение делать это надо тогда когда дома нет ни мамы ни жены потому что женщины будут страшно кричать и ругаться потому что будет довольно много дыма и так как мы это делаем для этого надо чтобы восстановить нам надо любое масло подсолнечное хлопчатобумажная тряпочка мощная газовая комфорка на максимум ну и желательно конечно же вытяжку тоже на максимум хотя сейчас мы сковородку ставим на плиту и разогреваем на максимум пока она постарайтесь чтобы она была красная посмотрим сейчас открываем еще дополнительно форточка открыл одно окном расспашка открыл еще дополнительную форточку Мы ждем, чтобы она накалилась. Начинают уже дымин сковорода. Все-таки какие-то остатки жира на ней остались. Приготовим пока тряпочку. Я взял пепельничку, можно взять любую посудинку, перелочку. Приготовили тряпочку. И теперь, чтобы не обжечься, аккуратно маслом протрем накаленные места. Там сразу же образуется уголь. Кухоль, как известно, очень твердое и гладкое вещество. Пускай масло сгорит и образуется уголь. Твердое и гладкое вещество. Твердое и гладкое вещество. Такое потихоньку у нас получается покрытие. Твердое и гладкое вещество. Нам надо, чтобы все масло сгорело и образовался ровный черный слой гладки. Дно уже практически покрылось, а бока еще нет. Я теперь нагреваю бока. Твердое и гладкое вещество. Твердое и гладкое вещество. Твердое и гладкое вещество. Твердое и гладкое вещество. Это просто прогорклое масло подгоревшее. И оно будет давать привкус пищи. Масло должно сгореть полностью. Твердое и гладкое вещество. Твердое и гладкое вещество. Твердое и гладкое вещество. Чтобы не ржавело, мы можем обработать и наружную сторону этого сковородки. Казана только тонким слоем масла, оно тоже обгорит и дальше не будет нержаветь, не будет так пачкаться. и быстро было crunchать и коксом масла и твердое и снять так пищевать вещество, коксом масла. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...